Короче, у меня как бы завтра куча дела, но я решила их все не делать, и поэтому мы сейчас отправляемся в бухарский ресторан Петахтик. Так что, следите за нами. Халло! Халло! Манешма. Платье по всему, я так спать хочу. Что у тебя было в чатах? Да ничего не было, мы застряли только тупо. Эй, всем шаббат шалом. Мы сегодня находимся в ресторане, который находится в решенном лиционе, он называется Восток, вот, он называется Восток, тут можно покушать шашлычки, башлычки, все-все-все, что вы хотите. Это тоже реклама. Пусть будет реклама, которую мне не заплатят, но пусть так будет. В общем, ресторан удобный и прекрасный, вкусный, все самое главное. Прям вот как русская душа и просто. И достаточно приемлемые цены. Вот, так что сейчас все дружно отправимся и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот тебе чипс, вот тебе пол. Такая группа, вот тишина как на зуб. А будет рыба. Вообще одно из самых любимых действий израильтян, вернее детей в каникулы, это приходить гулять в каньоны, например, вот такие фуд-корты. Кушать мороженое, развлекаться. Вот, не так, как было в наше детство на улицах пропадать. Ну, собственно, они пропадают в каньонах, в торговых центрах, потому что очень жарко на улице. И, кстати, что хотела заметить. И я здесь в Израиле не видела никогда в своей жизни именно отдельного строения учреждения как кинотеатр. Чаще всего здесь кинотеатры также располагаются на территории торговых центров. Здесь вообще торговые центры очень уникальные. Они есть и маленькие, и большие. Есть почти в каждом районе. Вот. И, собственно, это может быть, если это большой торговый центр, то это может быть, например, в нем, помимо магазинов, может быть кинотеатр. Может быть, обязательно есть какие-нибудь фуд-корты. Причем, вот, например, в этом есть даже пару ресторанчиков таких вот, ну, как фуд-корты, типа, наподобие с отдельной какой-то своей площадью. И также есть именно детская зона, которая у нас называется Джимбори. Сейчас покажу. Это выглядит примерно вот так. Вот. Куда, собственно, тоже в каникулы, когда есть каникулы с маленькими детьми, сюда приходят отдыхать родители. Причем, чем больше торговый центр, тем больше эта комната. Ну, и, собственно, много разных всяких фишечек. Причем, что еще интересно, у них тоже есть особое правило. Туда нельзя заходить в обуви. То есть обувь ты предварительно снимаешь, ну, а там, собственно, ты бегаешь. Также еще очень часто на просторах таких торговых центров располагаются больничные кассы. Ну, типа, как маленькие поликлиники. Я тоже не скажу. Как бы, есть отдельные учреждения, которые именуются как именно больничные кассы. Там, в случае, сидит, может сидеть много специалистов. Ну, а такие мелкие, например, чаще всего это именно зубные отделения. Они вот так располагаются. Также, может быть, какие-нибудь семейные врачи там сидеть. То есть, ну, вот так, скажем так, разгружают и экономят территориально. Вот, сейчас идет большая какая-то история со скидками. Поэтому можно сказать, что в торговых центрах сейчас много людей, в особенности по вечерам. Но, тем не менее, из-за происходящих в последнее время событий в стране, из-за вот этих забастовок, людей становится все меньше. И плюс ко всему, как бы, сейчас летние каникулы. Я, например, работаю в отделе детской обуви. И из-за того, что сейчас летние каникулы, обувь прям очень сильно людям не нужна. И поэтому, как бы... О, есть местечко. И поэтому, как бы, не сильно много людей приходит. Но иногда прям такие бомбические истории. Сейчас расскажу. Ну, шо, привет еще раз, друзья. Что я хочу рассказать. Я сейчас не буду критиковать, это конкретно, критиковать, обобщать, вернее, конкретно всех израильтян. Но в большинстве своем как-то нас, скажем так, различают и понимают, что это израильтяне. По крайней мере, то, что наблюдала я. Значит, проработав какое-то количество сейчас времени, вначале в магазине одежды, а теперь в магазине обуви, я наблюдаю две таких опции. Что или израильтяне делают балаган, они разбрасывают вещи, они прям любят. Если в стопочку будут собраны, допустим, там майки, у них не будет такого... Не у всех, но в большинстве своем это происходит. Они не будут аккуратненько там отложить какое-то количество маек до нужного им размера и взять нужную им майку. Они просто начнут разбрасывать вещи. Я это наблюдала, я не просто так это говорю. Или, например, второй момент, это то, что они начинают доказывать свою точку зрения, даже если они неправы, но они будут ее доказывать именно до того момента, пока, скажем так, на авось. Да, а вдруг там человек, которому там или продавец, что они доказывают, он сломается и, скажем так, пойдет у них на поводу. Это как бы не совсем удобно. Причем за границей чаще всего израильтяне так себя не ведут. Но в своей стране, как говорится, на своей родной земле, делай, что хочешь, твори, как хочешь. Вот. Что меня как бы поражает, это то, что я, наверное, в своей стране привыкла к тому, что я реально в магазинах, ты аккуратно относишься, ну, не в Беларуси, пока мы жили, ты аккуратно относишься к вещам. Не дай бог продавец увидит, что ты там как-то не так взяла или что-то не так сделала. Это все. Кошмар, короче, начинается. Здесь же происходит немножко по-другому. Белая вещь, не белая вещь, можно в ней на пол, можно по ней пройти. Потом они же приходят в магазин и говорят о том, что, ну, смотри, у тебя белая вещь как бы грязная, давай-ка ты мне ее по скидке продашь. И когда ты им говоришь, что, послушай, вот такие же, как вы, приходили в магазин и это делали, он мне говорит, ну и что, делай мне скидку. И такое происходит часто. Даже вот сейчас, работая в магазине омуви, я вот это наблюдала. То есть человек тупо мне настаивал на том, чтобы я ему сделала скидку. Как бы я ему говорю, хорошо, я уберу эту вещь с продажи, как бы она не достанется тебе, но скидку делать я на нее не буду. Потом момент, который меня недавно очень прям развеселил, момент того, что пришла женщина, хочет что-то купить. Есть такие, когда ты делаешь картис Муадон, а картис Муадон это типа скидочная карта именно какого-то магазина или сети магазинов она распространяется на какую-то определенную сеть. И там часто бывают такие подарки, как на день рождения, то есть какой-то special for you, как говорится. Ну и вот, например, момент. Сегодня у нас с вами, допустим, 30 июня. День рождения у человека, допустим, 1 июля. И как бы, ну, логично, что у тебя с июля начнется вот этот вот подарок, твой special for you для день рождения на целый июль. Вот она хочет что-то купить. Ты ей говоришь, что как бы, да, пожалуйста, вот такая-такая цена. Она говорит, нет, подожди, а у меня завтра день рождения. Я ей говорю, послушай, ну день рождения завтра, как бы новый месяц, не сегодня. Приходи завтра, покупай, нет проблем. Хочешь, я тебе отложу, приди завтра. Нет, ты знаешь, мне лень, я не поеду, давай сейчас. Я ей говорю, нет. На что она мне говорит, ну ты же можешь. Я ей говорю, послушай, в компьютере стоит дата 30 июня. Завтра первое. Завтра приходи. Вопросов вообще ноль просто. Бери, вот прям используй все свои эти специальные подарки, да. Но сегодня я не могу, физически не могу тебе сделать. Она мне говорит, можешь, ты просто не хочешь. И вот так тупо, монотонно начинает тебя давить тем, что ты можешь, ты просто не хочешь. И когда ты ей говоришь, окей, нет проблем. Ты хочешь думать так? Пожалуйста. Нет никаких проблем. Хочешь думать, что я тебе не хочу делать скидку? Пожалуйста. На что она мне говорит, как ты можешь так со мной разговаривать? Что у тебя вообще за обслуживание? Везде нормальное обслуживание, а в твоем магазине ненормальное обслуживание. И вот тут, понимаете, меня ставит в ступор вопрос, а что ты хочешь? Ты как бы хочешь получить то, что ты хочешь, но я не могу тебе даже банально сделать это потому, что как бы сегодня не июль, а как бы конец июня, и до свидули. Вот. Поэтому это немного вымораживает, когда тебя пытаются на авось, на дурака просто словить, типа, и получить то, что они хотят. Вот. Или, например, момент того, что когда я работала в магазине с вещами, есть специальные скидки, которые распространяются на определенные вещи, а на определенные нет. Но люди, у них нет такой привычки, что ты взял откуда-то вещь и положил ее на место, когда померил, там, или она тебе не подошла, или ты решил, что ты ее брать не хочешь. Нет возможности положить ее на место. Она, вернее, есть, но они этого не делают. А другой человек, который заходит, например, в магазин следом, видит вещь и видит на какую-то специальную скидку на нее. Он подходит и говорит, я покупаю эту вещь по вот этой цене. Я ей говорю, подожди, она не стоит столько, на нее не распространяется эта скидка, на что он мне говорит. Но она же лежала на этом столе. Я ей говорю, ну пришли такие же, как вы, сделали балаган, не положили вещь на место. Ты что хочешь, ну и дуру из меня сделать? Им все равно, они тупо начинают монотонно тебе доказывать, что ты не прав. Или есть такой момент, что люди вообще не читают акции. То есть они заходят, видят красивые цифры, и все. И помутнение сознания, они начинают хватать абсолютно-абсолютно все, абсолютно не считая то, что написано на листах. Например, я не знаю, там, 1 плюс 1, да? И вот они начинают набирать вещи, идут на кассу, ты им говоришь, ну вот послушай, конкретно у тебя 1 плюс 1 не выходит, потому что это вообще там тупо на босоножке распространяется акция. А он говорит, нет, у тебя же написано во всем магазине 1 плюс 1. Я говорю, подожди, пойдем почитаем, пожалуйста, я тупо последнее, как бы одно время я пыталась просто объяснять на словах, а потом я тупо подвожу и говорю, давай мы почитаем с тобой вместе. Вот смотри, написано 1 плюс 1, но ниже написано, для какой обуви это распространяется. Они говорят, ааа, ну так вы нас обманываете или что-то такое. Ну как бы вот это вот лень читать, и вроде, блин, все школу проходят, и школа тут как бы не та такая же легкая, как мы проходили в свое время, а школа тут гораздо как бы, я не знаю, ну как мне кажется, гораздо тяжелее по образованию. И когда ты видишь вот такие вот вопросы, и когда они думают на эти вопросы, что задавая их, они правы, мне прям становится как-то обидно, я как-то считала, что люди умнее, что ли. Вот, поэтому как-то так, поэтому здесь, конечно, предоставить тот уход, который они хотят, это обслуживание, которое они хотят, это невозможно, потому что они каждый хочет свое определенное обслуживание, или, как я говорю, special for you, да, поэтому очень тяжело здесь как-то в этом плане, потому что я поражаюсь просто тупости иногда вопросов, или, например, написана скидка, ну цифры написаны на скидке 70, а перед ней написано на иврите слово ад, то есть на русском это говорится до 70%, но они не видят это слово до, они видят 70, это им наплемать, и потом они на кассе начинают говорить о том, что у тебя же написано 70, все, значит, дело мне по 70, там, как-то так. Я согласна, есть как бы многие ошибки, которые касаются конкретно магазинов, например, того, что акция уже прошла, и, например, началась новая акция, предупредить об этом сам магазин, ну, главное руководство как бы забыло, и бывает такой момент, что, а скидка-то не проходит, по которой они хотят купить, и вот что делать, ты начинаешь объяснять, как бы, что ты не можешь им сделать скидку, потому что вот поменялась акция, и я тогда, на тот момент я понимаю и противоположную сторону, которая как бы рассчитывала на эту скидку, а скидка не прошла, поэтому как-то так, ну, конечно, не очень удобно весь этот, вот это пытаться доказать обратную сторону, это, конечно, выматывает очень сильно и выбивает очень много-много энергии. Редактор субтитров А.Семкин